Итак, вы проснулись, надели футболку, смотритесь в зеркало и задаетесь вопросом. А что на мне? Футболка или майка? Одна из этих вещей – нижнее белье, а другая – вполне подходящая часть гардероба для вечеринки. Но в чем разница? Сегодняшнее видео будет как раз об этом. Что же такое майка? Майка – это полотенчик для пота. Ее задача – это предохранить вашу более дорогую одежду. То есть рубашку от вашего тела, от пота, жиров и запахов. Вам ведь не хочется, чтобы все, что выделяет ваше тело в течение дня, попало на вашу рубашку. Когда вы используете дезодорант, со временем это все попадает на вашу рубашку, и это может ее испортить. Поэтому лучше пускай испортится более дешевая майка. Что такое футболка? Это кэжуал-наряд, появившийся от рубашки. Если отправиться в прошлое, 1920-е, 30-е года, мы увидим американских военных, которые сняли верхнюю одежду, когда работали на палубе, в основном моряки. И они оставались в своих майках. Со временем это прижилось. В 50-х, 60-х мы видим, как дембеля возвращаются домой в таких майках. А уже в 70-е и 80-е мы можем заметить начало развития футболок. А с начала 90-х футболка стала современной классикой. Главная отличительная черта между футболкой и майкой – это вес ткани. От 150 до 400 граммов. 150 граммов – это самое легкое. Обычно такая используется в майках. 400 граммов – это очень тяжелая. Зачем для футболок такая тяжелая ткань? Потому что, когда ткань более тяжелая, то футболка лучше лежит на теле. Она придаст законченный вид вашему образу. Она хорошо маскирует все линии и изгибы на вашем теле. Получается, что футболки, они будут менее облегающими. Но за счет тяжелой ткани, они будут плотно прилегать к вашему телу и придавать свою структуру. Главная особенность, которую мы замечаем в майках – это вес ткани от 50 до 150 граммов. Эта майка на мне, она очень легкая и дышащая. Давайте поговорим о цвете и паттернах. Это на мне черная. Также есть неви, есть синяя или белая. Лично мне нравятся темные цвета. Мне они кажутся более нарядными, а также хорошо выглядят, когда я надеваю темные джинсы. Они утончают мой силуэт. Друзья, вы, конечно, можете надевать и белый. Это ведь классический цвет. На многих из вас он будет хорошо выглядеть. Я не надеваю его часто, потому что у меня есть дети, и мне не нужны пятна. А вот серый хорош тем, что это нейтральный цвет, и он подходит под любой другой цвет в вашем гардеробе. Давайте поговорим про футболки с графикой. Такие футболки были трендом последние 30 лет. Это понятно, многие хотят посылать сообщения своей одеждой. Может, кто-то хочет показать лого, например, своей компании. Но мне кажется, что они слишком переоценены. Поэтому можно выбрать что-то попроще. Что-то, что будет просто на мне хорошо выглядеть. Дизайн футболок под рубашку очень простой. Это просто белый или вариации серого. Может, черная или темно-синяя, в случае, если у вас темная рубашка. Почему же мы не видим паттерны, яркие цвета и логотипы на этих футболках? Ее задача – защищать рубашку и не привлекать к себе слишком много внимания. Когда же нам лучше надевать футболку? Друзья, вы должны понять, что футболка – это кэжуал одежда, и никогда не будет на уровне с рубашками. Так что всегда лучше убедиться, что дресс-код позволяет надеть футболку. Итак, образ пиджака с футболкой. Думаю, такая комбинация работает для некоторых личностей. Особенно, если вы очень уверены в себе. Если у вас высокая должность, и вы появились на мероприятии, вы можете держаться более неформального вида по сравнению с другими сотрудниками. Когда же стоит надевать майку? Каждый раз, когда вы хотите защитить более дорогую одежду, используйте ее как прокладку. Ее можно носить со свитером, с рубашкой. Можно даже надеть с пола, пока вы уверены, что это нижнее белье, и она не видна. Оу, погоди, зачем мне надевать майку под пола или футболку? Особенно, когда на улице жарко. Это все для защиты. Вы использовали дезодорант, и, возможно, потратили много денег на эту футболку с графикой, или на пола. Но также вы не хотите, чтобы под мышками появились пятна от пота. Майка в таком случае поможет решить эту проблему. Также еще одно преимущество. Кого-то это может смутить. Если у вас видны соски, в таком случае, если вы наденете майку, то она будет их немного прятать. Давайте поговорим о разных стилях футболок. Начнем с воротника. Плотно прилегающий круглый ворот подойдет практически для любой ситуации. Но если вы хотите подчеркнуть грудь, тогда лучше V-образный ворот. Но аккуратно, не надевайте слишком глубокий вырез. Давайте сейчас обсудим длину рукавов. У футболок рукав будет немного длиннее по сравнению с рукавами на майках. Но я думаю, что короткие рукава для футболок тоже отлично подходят. Особенно, если они хорошо выглядят вокруг руки. Насчет длины футболки. Мне нравится, когда футболка на 7-10 сантиметров ниже ремня. Я ношу футболки на выпуск, и поэтому не хочу, чтобы они выглядели как платье. Давайте сейчас обсудим стили футболок под рубашки. Существует много опций, но давайте начнем с воротника. Плотно прилегающий воротник – отличная вещь. Особенно, если вы носите рубашку с галстуком. Или если у вас много растительности на груди, и она может вылазить, то в таком случае этот воротник поможет вам все держать под контролем. Ну а V-образный для несильной растительности. Давайте обсудим длину рукавов. В целом, производители майок делают рукава короткими. Почему? Они знают, что это защитный слой, и стараются его держать подальше от глаз, чтобы он не вылазил. Поэтому, если у вас есть футболка, но вы никак не можете понять, она под рубашкой или нет, тогда посмотрите на длину рукава. Если она доходит до середины бицепса, тогда это может быть футболкой. Давайте посмотрим на длину майок. Качественная майка будет на 10-14 сантиметров ниже пояса, ведь они заправляются в штаны. Итак, на этом моменте вы уже должны понимать разницу между футболкой и майкой. Может, я что-нибудь упустил? Чтобы вы добавили к этому видео. Друзья, пишите в комментариях. Я хочу услышать от вас ваше мнение. Если вы считаете видео полезным, то делитесь с друзьями и ставьте лайки. Продолжение следует...